Где брать качественные, красивые, бесплатные фотографии для дизайна твоей презентации? Я покажу тебе 10 ресурсов. Потрясающие, вкусные, талантливые, текстурные, великолепные, ламповые, идеальные, свободные, бесплатные, лицензионные. А в конце дам 4 совета, которые сделают твою презентацию лучше. Привет, меня зовут Миша, я учу делать тебя стильные презентации. И сразу же начнем с первого сервиса pixabye.com. Потрясающие, бесплатные изображения. Из плюсов, есть поиск на русском языке, есть фильтры по цвету, по размеру, есть разбивка по категориям, выбор ориентации. Фотографий просто нереально много, собраны фотографии любых тематик. Я, честно, сам пользуюсь очень часто этим ресурсом. Для скачивания нужна регистрация. Ссылки на все ресурсы, про которые я сегодня буду говорить, я оставлю в описании под этим видео. foodiestfit.com Прекрасный фотосток с едой, готовые блюда, фрукты, овощи, десерты, все такое вкусное. Поиска на русском языке нет, только English. Есть очень удобная разбивка по категориям, очень, по-моему, просто реально очень приятные и вкусные фото. pixels.com Фото и видео от талантливых авторов. Сам я очень часто с него скачиваю видео, но и фотографии там тоже очень хорошие. Есть поиск на русском языке, но по запросу на английском результатов дает больше. Фотографий, опять же, очень много. Все красивые, сочные и легко скачиваются вообще без всякой регистрации. Ух, как же это прочитать? lostuntaken.com Прекрасная подборка с текстурами. На сайте собрана куча разных материалов, разных цветов. Есть бумага, металл, бетон, дерево, ткани, много-много других странных, каких-то непонятных вещей. Поиск только на английском языке. Странная и неудобная система скачивания. Вы якобы покупаете изображение, но покупаете за 0 долларов. Ссылка на фото приходит на почту. Ну, действительно, неудобные какие-то шаги, но для этих фотографий можно немного помучиться. Кстати, на моем канале есть видеоуроки по поверпойнту. А еще на мой канал можно подписаться. И именно вы, подписчики, мотивируете меня делать новые видео. picography.co На сайте мало фотографий, от этого поиск становится вообще бесполезным. Но мне этот ресурс очень нравится за его теплые фотографии. Если ты ищешь не что-то конкретное, а просто хочешь найти качественную красивую картинку, можно просто просматривать страницы, поискать вдохновение, а там, может, и что-то и попадется. Вот где брать вдохновение для презентаций? Хорошая будет тема для одного из следующих роликов. magdalene.co Очень теплые хипстерские фотографии. Мне этот ресурс очень нравится. Поиск, правда, только на английском языке и очень плохо работает. Но есть хорошая разбивка по категориям и есть фильтр по цвету. Можно таким образом найти себе фотографию. kabumpik.com Во-первых, фотографии на этом сайте просто потрясающие. И, во-вторых, этот сайт я полюбил за его подборки. Вот иногда нужно, чтобы было несколько фотографий одного и того же объекта или даже человека, но в разных ракурсах, с разными эмоциями. И здесь вы это найдете. Здесь фотографы выкладывают полностью свои фотосессии. Обязательно посмотри его. Что ты для себя найдешь? unsplash.com Просто сайт с классными фотографиями. С очень простым скачиванием, с хорошей разбивкой на категории, с хорошим поиском на английском языке. Фантастика! lifepix.com Бесплатные, красивые фотографии. Ну и у меня уже, честно, закончились все эпитеты, когда я описывал предыдущие фотохостинги. Поэтому рекомендую тебе просто перейти на него, посмотреть и сделать вывод уже самому. Фотохостинг действительно классный. Обязательно там для себя что-нибудь найдешь. А в комментариях расскажи, каким ты пользуешься сервисом для поиска фотографий. Будет мне и, думаю, другим людям интересно это увидеть, почитать, посмотреть. А теперь 4 совета. Первое. Пользуйся разными фотостоками. На разных сервисах тусуются разные фотографы. С разными стилями, с разными вкусами. В результате чего у них получаются абсолютно разные фотографии. В том числе и нам с тобой нужно подпитывать свое визуальное восприятие. Нужно развивать свою насмотренность в разных стилях. И экспериментировать с разными стилями. И от этого наши презентации будут только лучше. Второе. Совершенно не обязательно искать фотохостинги. Можно находить сайты фотографов, которые разрешают использовать свои фотографии. Вот, например, 3 штуки. Я для тебя их специально нашел. Очень классные фотографы делятся своими фотографиями с тобой. Для того, чтобы ты их мог скачать оттуда и вставить свою презентацию. И от этого твоя презентация тоже будет лучше. Почему еще лучше использовать фотографии именно от одного фотографа? Потому что фотографов обычно единый стиль у всех фотографий. Да, это некий такой характер фото. И от этого твоя презентация тоже наполняется таким единым цельным стилем. Третье. Если есть возможность не искать фотографии, а делать свои, делай. Нужно понимать то, что свои фотографии, пускай даже не супер качественные. Пускай даже не супер композиционно выстроенные. Где-то сделанные на телефон. Но они дадут совершенно другие эмоции от презентации, от этой картинки. Нежели чем фотографии с фотостока. Поэтому если есть возможность сделать фотографии, либо самому, опять же, на тот же телефон. Либо есть бюджеты, можно там нанять фотографа, если это бизнес какая-то презентация. Но свои фотографии, они всегда будут лучше, нежели чем какие-то с фотостока. Четвертое. Фотографии, опять же, те же самые вот эти шаблонные стоковые. Их можно заменить иллюстрациями. Я про это уже немного рассказывал в ролике. 7 способов, как сделать презентацию интереснее. Можешь потом его тоже посмотреть. Есть сервисы с бесплатными иллюстрациями. Их можно тоже скачивать в интернете. У меня есть вот парочка из знакомых сервисов, в которых я сам беру иллюстрации. Я с ними с тобой поделюсь. Ссылки будут в описании. Можешь оттуда скачивать хорошие, качественные, опять же, картинки. И вставлять их в свою презентацию за место фотографий. Это тоже будет выглядеть интересно. Может даже где-то интереснее, чем шаблонное стоковое фото. А в следующем видео я расскажу, как я сделал вот этот анимированный график в PowerPoint. Мы вместе с тобой его нарисуем и сделаем для него анимацию. Подписывайся на канал, для того, чтобы не пропустить. Я, Миша, учу делать тебя интересные презентации. Спасибо. Пока.